Тема цен на нефть очень важная, а лучше сказать больная для нас. Ведь курс рубля и в конце концов его покупательная способность, товарное наполнение, определяются стоимостью нашего важнейшего экспортного товара. Кстати, цена газа по долгосрочным договорам поставки зависит от стоимости корзины нефтепродуктов. Говорят, что нефть подорожала после горячей фазы арабо-израильского конфликта, когда мусульманские страны, производители нефти, наложили нефтяное эмбарго на поставки нефти странам, поддержавшим Израиль. Это на самом деле так, но не совсем так. Цены на нефть тогда поднялись, но отнюдь не превзошли максимум цен середины XIX века, когда нефть только была вовлечена в хозяйственный оборот. Та эпоха получила название «пенсильванской нефтяной лихорадки». Производные нефти керосин убил тогда целую большую отрасль – отрасль производства жировых продуктов для освещения. В последней сцене фильма «В сердце моря» персонажи, связанные с китобойным промыслом, обсуждают новость об открытии залежей нефти. Для них это очень важная новость. Ведь она делает ненужной добычу ворвания китового жира, использовавшегося в масляных лампах, и спермоцета – вещества из носа кашалота. Кашалоты используют спермоцет для изменения своей плавучести. Перед подъемом на поверхность с большой глубины они нагревают теплом своей крови, спермоцет расширяется от этого, и кашалот всплывает. А люди из спермоцета делали дорогие белые свечи, горевшие без неприятного запаха, совсем как восховые. Значение китобового промысла резко упало. Ведь тогда не было рефрижераторов, и китовое мясо, и кости ни до берега нельзя было довезти, ни в муку для корма скота превратить. Невозможно было. Зато появились новые отрасли хозяйства. При переработке нефти получали тогда два полезных продукта. Это светильный керосин и мазут, который годился для использования в качестве колесной мази для конных экипажей, для телег. И в качестве топлива для котлов. На флоте это помогло высвободить много рук, которые до этого грузили уголь и бросали его в топки. А вот самая летучая фракция, бензин, она не была нужна в таких количествах, какие получались при перегонке нефти. Конечно, его можно было использовать в качестве растворителя или средства для чистки одежды, и всё. Жулики доливали его в керосин. Гарри Бичерстоу, помните, она написала «Хижину дяди Тома», роман о бесчеловечности рабства в южных штатах США. Так вот, Бичерстоу занималась литературной работой в женском журнале. Она писала тексты, так теперь называют статьи, в которых она объясняла дочерям американской революции, как организовать свой быт, чтобы всё было как в лучших домах Лондона и Парижа. Керосин, по-американски ойл, нужно было использовать только стандарт ойл. Только керосин этой фирмы был стандартным и не содержал бензина. Вы не поверите, но балованный лёгкой фракцией керосин попадал в керосинки и кирогазы советских граждан вплоть до 60-х годов XX века. Заправленная им керосинка могла вспыхнуть, обжечь того, кто на ней готовил, или сжечь дом, если керосинка оставлена без присмотра. Дмитрий Иванович Менделеев сокрушался, что Российской империи не повезло с бакинской нефтью. Она обладала патологическим свойством. Молекулы углеводородов с таким же атомным весом, как у тех молекул, что в цивилизованном мире входят в состав керосина, слишком легко испаряются. Поэтому они относятся таким образом к бензиновой фракции. Дело в том, что в бакинской нефти много циклических молекул углеводородов, то есть свёрнутых в кольцо. Свернутую в кольцо арматуру легче ведь поднять, чем такой же по весу кусок прямой арматуры. Поэтому циклические молекулы легче испаряются. К какому делу можно приспособить бензин, быстро придумали. Им заменили коксовый газ в экспериментальных двигателях внутреннего сгорания. В коксовом газе всегда содержалось некоторое количество силано, соединение кремния с водородом. Тетрагидрид кремния, Си-Аш-4. При его сгорании образуется кремнезиом, Си-О-2. Это то, из чего состоит песок. Представляете песок, попавший в двигатель цилиндров внутреннего сгорания? А? Внутрь. На базе этого бензина научились делать двигатели внутреннего сгорания. Началась эра нефти и нефтяных технологий. Вернемся, однако, к ценам на нефть в последние трети 20 века. Подорожавшая нефть погубила СССР, каково я сказал. Обычно связывает гибель СССР с понижением цены на нефть в конце 80-х годов. На эту тему есть даже теория заговора. Вот она. Американский президент, не знаю, Джордж Бурш-старший или его предшественник Рональд Рейган, шепнул что-то на ухо руководству Саудовской Аравии. Мол, мы вам продадим самое совершенное оружие, кроме ядерного, конечно. А вы увеличьте добычу нефти и сбейте на нее цену. Тогда СССР, этот враг афганских маджахедов, обанкротится. А ваши и наши общие друзья в Афганистане, например, Усама бин Ладен, победят. Так это было или не так, неизвестно. Но Саудовская Аравия и ее союзники в Персидском заливе стали самыми крупными покупателями самого совершенного американского вооружения. А советская армия из Афганистана ушла. Однако нужно отметить, что специалисты по экономике и мировым рынкам отвергают эту конспирологическую теорию, говоря, что падение цены на нефть связано с экономическими циклами. Неумолимое время заставляет меня прерваться. Нужно долить керосин в лампу. Попросить вас подписаться на мой видеоблог. Заходите ко мне вконтакте, на фейсбуке. А также читайте сказки Бояршинова на сайте Самоздат. А уж в следующий раз вы узнаете, как подорожавшая нефть погубила СССР и почему подешевевшая нефть больше никогда не подорожает. Вы узнаете две вещи, плохую и очень плохую. Но для этого мне сначала нужно погрузить все во тьму для создания нужной атмосферы. Сейчас будем погружать все во тьму. Вот она, тьма все окутала.